Ехали цыгане, не догонишь. Не актуален в этой ситуации мэтр Шансона. Догнали, остановили и задали вопросы. Оружие в поле, серьезно? Нету, 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 нету. Сотрудник СОБРа есть претензии по задержанию? Не знаю, вообще не упыть, почему. Все, отлично. А вот к самим задержанным, оказавшимся в столь неудобных позах, да и ситуации в целом, претензии у сотрудников полиции накопились. Мужчины и совсем юная дама были задержаны полицейскими по подозрению о совершении мошеннических действий с ущербом в 240 тысяч рублей и причастности к совершению аналогичных преступлений не только в родной Саратовской, а и в Ивановской области, в Республике Северная Осетия и в Краснодарском крае. Сами они местные, из Пугачева, а по стране кочевали виртуально. Ведь современные средства коммуникации, мобильные связи и интернет делают возможным контакт на любом расстоянии. Этим и пользовались. И есть и основания полагать, что неоднократно действуют по схеме, которую разоблачили оперативники. В сети интернет на сайте бесплатных объявлений злоумышленники подбирали предложение о продаже товара, как правило, дорогостоящего, недвижимости или автотранспорта. В ходе телефонного разговора с разместившим объявление продавцом достигалось соглашение о приобретении товара, а в обосновании серьезности намерений ему предлагалась предоплата. Злоумышленники под предлогом перевода и предоплаты вынуждали потерпевших сообщить сведения о банковской карте, необходимые для получения доступа к услуге личный кабинет. Далее к банковской карте подключали услугу мобильный банк и производили перечисление денежных средств на свои банковские карты. Именно так в ноябре прошлого года лишился 240 тысяч рублей пенсионер из Астраханской области, пожелавший продать через сайт объявлений свой автомобиль. Теперь, благодаря сотрудникам полиции, это преступление раскрыто. По фактам совершенных преступлений возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве Следственного управления МУМВД России «Энгельская». Трем фигурантам совершенного преступления предъявлено обвинение по трем эпизодам ст. 159 ч. 4, то есть мошенничество, совершенное организованной группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении данных обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уже было сказано, в настоящее время задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным совершенным ранее преступлениям. Хочется предостеречь и всех других, действующих по аналогии правонарушителей. И вас догонят, задержат и спросят по всей строгости закона. Ну и несколько слов в адрес добропорядочных держателей банковских карт. Храните код на обороте пластика, как зеницу ока. Посторонние его знать не должны, как и коды, которые приходят вам в смс-сообщениях и позволяют управлять мобильным банком. Ваши деньги в ваших руках. Ольга Орлова, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.